Одна из десногорских квартир стала местом незаконного досуга. За сомнительное вознаграждение ее хозяину здесь можно было уединиться и принять запрещенное зелье – марихуану. Владельца жилплощади, 44-летнего ранее судимого местного жителя, такая взаимовыгода вполне устраивала. Вам наркозависимые что взамен давали за то, что у вас там? А я еще просто пускал и все. Алкоголь давали вам за это? Да. Подозрительное жилье привлекло внимание оперативников еще зимой. В период с января по февраль были задержаны граждане в состоянии наркотического опьянения. Но на момент визита оперативника в квартире был только ее хозяин. Он признался в содеянном. В отношении подозреваемого отделом дознания отдела МВД России по городу Десногорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи Уголовного кодекса, организации, либо содержание притонов, или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.